Здравствуйте, Ирина Николаевна. Рада вас видеть и слышать. А я, судя по вашим вопросам, тоже радуюсь. Вы со мной вместе, рядом. Это классно, правда классно. Моя жизнь стала заметно меняться, налаживаться в лучшую сторону. Я себе становлюсь понятней, а вот картинку будущего представляю каким-то обрывками. Иногда совсем ничего. Задумаюсь, и внутри тишина. Нет ответа, что хочется. Разучилась мечтать, что ли? Какая может причина, и как расшириться внутри? Вот смотрите, как мы устроены опять, да? Вот если общую картину такую взять. У нас есть прошлое, которое нас или догоняет, или мы всё-таки понимаем, с чем мы справились, с чем мы не справились, и что нужно изменить. И есть будущее такое, якобы красивое, якобы имеющееся место быть. Ну, это мысленное представление. Так вот, прошлое и будущее — это наше восприятие. Мы по-разному, в зависимости от внутреннего настроя или настроения, или состояния, в данный момент или в какой-то из моментов, находясь в настоящем, мы можем по-разному это всё так констатировать себе, да? Можем хорошо, потому что хорошо, на хорошее настроение. Можем плохо, потому что как-то. Так вот, до тех пор, пока, как нам кажется, в нашей жизни присутствуют те или иные препятствия, на которые обращает внимание наше сознание, да, мы прям фиксируемся, будущее будет чуть-чуть оттягиваться, как только мы начнём по-другому поступать в настоящем. Вся энергия, вся сила, все ваши мысли, всё должно концентрироваться в настоящем для того, чтобы ни в коей мере не создавать мозаику и не переделать ни одно и то же, не попадать в цикл. Люди разные, ситуации одни и те же. А всё-таки понимать, так вот на что это похоже? Как я раньше делала и как мне нужно сделать по-другому? Ну, ещё упрощу, из того, что вам не нравится, нужно научиться выходить в то, что нравится. Способ один единственный – действие. Если вы привыкли защищаться, вам нужно научиться слушать. Если вы привыкли сбегать, значит, нужно научиться расслабляться и доводить ситуацию до конца. И так по каждому периоду или по каждому такту, или по каждой ступени. У каждого есть свои заманушки, и с этими заманушками нам придётся знакомиться. Как только они перестанут чересчур лезть через забор ваше сознание, как только они перестанут вызывать у вас негативные, отрицательные, отторгающие эмоции или действия, так начнёт будущее перед вами распаковываться. Нужно обрести внутреннюю тишину и уйти от бесконечного проигрывания прошлого, потому что вам нечем заняться, или вы решили сегодня типа полениться, значит, где-то переусердствовали. Или не уходим наоборот в иллюзию, посмотрела кино, почитала книжку, думаю, вот как классно люди живут, почему я так не живу. И пошла проигрываться. Наш мозг, да, или наше восприятие работает очень чётко. Или яркостью картинку, тик-ток, и не, знаете, такой, не глубиной информации. Вот красивая картинка, недолгое, клиповое сознание сейчас на слуху у всех, да? Или последняя, конечная информация. Вот всё было хорошо-хорошо, вы заходите в транспорт или в магазин, и какая-то там девушка говорит, что ты вообще с ума сошла? На кого ты похожа, ты старуха шпакляк. И вот это и включит вас регрессирующее состояние в прошлое, и начнётся внутренний диалог, и будущее закроется. Почему нужно учиться не участвовать в тех негативных ситуациях, которые не имеют к вам отношения? Или заявлять очень чёткую и спокойную позицию для того, чтобы ни в коей мере не уподобляться тому человеку, который просто решил на вас слить собственную ментальную грязь.